Законодательное собрание Ульяновской области 6-го созыва провело свое первое заседание. Перед его началом новые избранные депутаты получили удостоверение из рук председателя области Биркома Юрия Андриенко. В областной парламент избрано 36 депутатов. 17 человек представляют Единую Россию, 14 – КПРФ, 4 депутата от ЛДПР и Максим Сурайкин от партии Коммунисты России. Федеральный политик выдвигался кандидатом в президенты России и губернатор Ульяновской области. А для продолжения своей политической деятельности выбрал наше Законодательное собрание. Мы когда обсуждали на политбюро, приняли решение, что здесь родина Ленина, для нас святая земля. Я сам люблю очень Ульяновск, и политбюро мне поручило здесь представлять интересы партии и работать в интересах жителей области. Большинство депутатов законодательного собрания настроены на конструктивную работу в стенах областного парламента. Трудиться на благо региона, не взирая на партийные разногласия, призвал законодателя и губернатора Сергея Морозова после окончания избирательной кампании. Мы готовы к конструктивной работе со всеми фракциями, со всеми позициями, со всеми мнениями. Мы готовы проводить консультации столько, сколько нужно, главное, чтобы это было для пользы дела. Никакой позиции, что мы сильные скомпоновались с той или иной фракцией, а остальных не замечаем, даже близко быть не может. Открывать заседание был поручен Габдулхаку Мурзаханову, как старейшему по возрасту депутату законодательного собрания. Депутат от КПРФ представлял партию еще в первом созыве областного парламента. Мы надеемся, что все будет нормально, хотя, учитывая, что на сегодняшний день законодательное собрание – это многопартийное, наверное, не все будет так гладкое, как было на пятом заседании законодательного собрания, но будем надеяться на лучшее. Увы, надежды председательствующего не оправдались. И виновниками начавшейся неконструктивной работы стали его однопартийцы. С самого начала они превратили трибуну в место выяснения отношений с своими политическими оппонентами по итогам выборов. Депутат Матвей Володарский так расчувствовался, что даже швырял избирательные протоколы на пол, на что получил замечание от депутата Грачева. Матвей Константинович, вы абсолютно правы, соглашусь с вами. Пять минут ваши, вы можете о чем угодно говорить. Но мусорить зачем? Здесь убирают люди. Получают маленькую заработную плату. После этого удалось все же перейти к главному вопросу повестки – голосованию за кандидата в председатель законодательного собрания. «Единая Россия» выдвинул на этот пост Валерия Малышева. КПРФ Айрата Гебадзинова. Коммунисты России и ЛДПР кандидатур не представили. Либерал-демократы, в частности, объяснили это тем, что хотят сосредоточиться на работе в комитетах. Мы абсолютно настроены на конструктив. Очень рады, что фракция и партия получили больше возможностей. Мы имеем твердое намерение направить своих представителей в каждый комитет, поскольку во время избирательной кампании наказы избирателей, жителей нашей области, касались самых широких сфер деятельности – образование, и льготы, и ЖКХ, и так далее. Валерий Малышев победил с отрывом 8 голосов и стал председателем законодательного собрания 6-го созыва. Потерпев поражение, коммунисты не успокоились и решили устроить шоу из голосования по поводу кандидатуры первого вице-спикера. «Единая Россия» предложил на эту должность Василия Гвоздева. КПРФ наотрез отказались голосовать за кандидатуру, но при этом своего претендента не выставили. Дмитрий Грачев напомнил, что на седании урокомитета ЗАГС Собрания коммунисты обещали поддержать Гвоздева, и напрямую спросил Гебаддинова. Лично вы говорили, что вы поддержите Гвоздева на первого заместителя? Ответьте, говорили или нет? Мои дословные слова сейчас мы больше не имеем. Нарушение договоренности депутаты не оценили. Гвоздев был избран первым замом, заместителем председателя также стали Грачев и Сурайкин. А вот кандидатура Гебаддинова получила равное количество голосов «за» и «против». Решение об избрании еще одного заместителя председателя Законодательного собрания перенесено на следующее заседание. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин